Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео, и сегодня порадую вас вторым видосиком из цикла Что такое Raid Bots и зачем нужен SimCraft Сегодня хочется поговорить о замечательной, часто используемой вкладке Top Gear С целью того, чтобы начать ей вообще в принципе пользоваться, нам потребуется модификация Simulation Craft Скачиваем её и после этого заходим в игру Заходим в игру и в чатик пишем самую простейшую команду, которую вы можете увидеть в чатике SlashSync И перед нами появляется окошечко, в котором имеется абсолютно вся информация о персонаже Никнейм, левел, раса, сервер, роль, профессии, таланты, специализация В каком мы ковенанте, каков наш SoulBlind, то есть Medium Какие у нас взяты проводнички, само собой учитывается item level их Также ковенант Также прописаны абсолютно все предметы в виде айдишников Айдишники эти можно увидеть также на WoWhead в тот момент, когда вы ищете какой-либо предмет Ну а второй айдишник просто показывает различные бонусы, характеристики и сокеты Если они, конечно же, имеются Сокеты прописаны айдишником 6935 Также просчитываются абсолютно все вещицы, которые находятся в сумке Если я подойду к банку и введу эту команду, то вещей будет ещё больше Если я подойду в среду к недельному великому хранилищу, то вещей будет ещё больше И будут учитаны абсолютно все вещи из всех-всех-всех вкладок, в которых можно получить добычу Но что нас интересует на текущий момент Мы просто копируем абсолютно всю эту информацию, весь этот код И переходим на сайт RaidBots Открываем сайт RaidBots и нас интересует вкладка Top Gear в рамках сегодняшнего видосика Кликаем по ней и перед нами появляется абсолютно пустое окно для ввода Plot from SimCraft Addon Загрузите с SimCraft Addon Собственно, нам нужно вставить тот текст, который мы копировали Вставляем его И можем растянуть для удобства и для заполнения кода, если нам это требуется Вот он, весь этот код прописан, всё замечательно Можно кратко увидеть абсолютно всю информацию Какие тринкеты надеты, каков их item level, какие сокеты, какие чанты, какие таланты используются Кстати, надо чуть-чуть поменять, чтобы SimCraft был более точным Вот так вот будет лучше Поменял пару талантов, чтобы просто-напросто просчёт был не каким-то уж прям фантастическим Чтобы были реальные цифры Ну и также отображаются абсолютно все таланты, которые взяты у Medium Ну что ж, давайте ознакомимся вообще с функционалом Если мы хотим просто-напросто глянуть, какие вещицы, возможно, топовые Какие вещицы, возможно, дадут нам плюс дэмэдж Какая связка даст нам плюс дэмэдж Мы берём, прокликиваем потенциальные вещицы, которые, быть может, нас улучшат Кликаем раз, кликаем два, кликаем три, кликаем четыре, кликаем пять, кликаем шесть, семь, восемь, девять И количество итераций само собой повышается Как я говорил уже в первом видосике То, что имеется определённое количество итераций По-моему, если нету платной подписки, то количество итераций вообще 300 тысяч То есть комбинаций очень-очень мало Имея расширенный аккаунт, платный, можно делать по 15 миллионов итераций Таким образом, комбинаций получается очень и очень много Ну, условно я накидал, получится 2000 комбинаций И что нам нужно делать после этого? После этого мы нажимаем кнопочку Find Top Gear Но что ещё есть интересное? В это колечко был добавлен сокет То есть, если потенциально мы хотим просокетить в будущем эту вещицу И реально хотим это сделать То нам просто-напросто нужно открутить чуть ниже во вкладку пенчанты И тут добавить тот сокет, который мы потенциально хотим вставить Если мы не хотим никакие сокеты вставлять То мы делаем нолик И это кольцо уже будет сравниваться без сокета Но если добавить единичку То значит в это кольцо будет добавлен чисто теоретически сокет Кликаем Find Top Gear И через какое-то время там что-то-что-то накрутится Но мы пока что будем дальше анализировать вкладку Find Top Gear Обновим страницу, чтобы все итерации сбросились В тот момент, когда мы только-только откручиваем вниз Нам имеется интересная вкладка перед глазами Runcaver Legendaries Мы можем просто-напросто отобразить во вкладке Top Gear Те легендарки, которые возможны для нашего класса спека К примеру, мы возьмем 235 легендарки И на статы Фитмастери Будем ли мы добавлять легендарки для всех спеков? Нет, мы не будем кликать эту галочку Кликаем Add Item to Top Gear Отображены абсолютно все легендарки, которые может носить Анхоле ДК Тут у нас имеется легендарочка, да? Тут имеется легендарочка Третий глаз Для чего она вообще? Для утробы Тут имеется легендарочка Тут имеется легендарочка То есть 4 легендарных свойства может быть в голове 3 в неке, 4 в плечах Нагрудник имеется То есть на мне 1 надетый нагрудник На Койл, самый лучший в сало таргет Но также имеются и другие нагрудники у Анхоле ДК Сефус, например Который был легендаркой в Легионе А сейчас он имеется легендарной мощью Которую можно сделать, например, на нагрудник И, по-моему, еще на какой-то предмет На какой точно, не скажу, не вижу Вот, в общем, то есть мы можем накликать Можем почекать все это дело Ну, к примеру, я возьму, сделаю так Пишется восклицательный знак Потому что я не могу носить 2 легендарки И нужно выбрать какой-то предмет Скажем так, для замены Нужно выбрать какой-либо другой нагрудник К примеру, мы делаем так И все Восклицательный знак пропадает Мы можем спокойно симиться И нажав кнопочку Find Top Gear Мы можем определить Сколько дэмэджа мы получим При такой замене вещей Или же сколько потеряем Ну, тут потеряем, само собой Сто процентно, я уверен в этом Вот, кликать я не буду Обновим, чтобы все лишнее пропало Растянем вновь И у нас еще есть опция интересная Во вкладке Top Gear Давайте рассмотрим Если открутим чуточку ниже То мы можем сравнить абсолютно все чанты Которые возможны для оружия У нас имеются руны от ДК Если мы играем на ДК У нас имеются энчанты Которые делают себе другие классы на пушечке Актуальные энчанты Также у нас имеются БФАшные энчанты Зачем они тут? Вопрос хороший Ну, то есть, можно сравнить При желании, само собой А также чарочка на плащ Ее можно выбрать Чарочка на нагрудник Можно сравнить На запястье На ступни А, на перчатки И вот на ступни Также можно сравнить чарочки для колечка Также можно сравнить камни С целью того, что просто-напросто Потенциально поменять Все камни, которые у нас вставлены уже на текущий момент Нам нужно нажать галочку Replace Games И Enchant Возможно большое количество комбинаций Поэтому просто-напросто Можно убрать некоторые чанты И некоторые камни Для колец и других вещей Например, универсальность Не сказать, что вообще никому не нужна Для кого-то этот стат реально полезный Вот Но, к примеру Если я уберу версу То количество итераций, само собой, уменьшается Процесс будет идти быстрее И мы, само собой, быстрее получим искомый результат Окей Обновим страничку, опять же Чтобы ничего лишнего не было выбрано Открутим, пожалуй, уже в самый почти низ Это Soul Blinds Мы можем выбрать абсолютно всех медиумов И провести между ними сравнение Например, вот они Абсолютно все медиумы Которые доступны у винтиров Все три штуки Мы можем выбрать путь По которому идем То есть Ласт таланты поменять, например Мы можем выбрать проводники Которые мы вставляем Например, проводники силы Проводники выносливости Проводники точности И понять, сколько дэмэджа мы получаем Сколько дэмэджа мы теряем Также можно выбрать и из других Абсолютно всех Ковенантов Медиума Вот Также таланты Имеется вкладка Talents Во вкладке Top Gear То есть мы, например, накликали шмотки Мы накликали там проводнички Мы поменяли таланты у медиумов Мы там накликали камней Кликнули галочку Replace И мы хотим, например, посмотреть Будет ли с другим талантом Это сильнее Мы берем просто-напросто Кликаем по какому-либо таланту И само собой количество итераций повышается Повышается количество комбинаций И Будет сделан сим Как к первому набору талантов То есть исходному И ко второму Хорошо Я много чего накликал В принципе, можно даже чекнуть Нажмем Find Top Gear И пускай оно там Само по себе делается Через какое-то время Оно, конечно же, сделается Обновим вновь страничку Чтобы нам ничего не мешало Тут он, наш код Легендарки мы рассмотрели Сравнение предметов мы рассмотрели Сравнение чантов мы рассмотрели Далее сравнение проводничков И медиумов Все посмотрели Таланты рассказал Simulation Options Мы можем сделать в опциях Абсолютно все то, что нам нужно К примеру В текущий момент абсолютно все эти симы Были под стиль боя Эктик от Клифф Это примерно как Харидон То есть 40% боя У нас активно 5 мобов Потенциально это Клифф бой Какой-либо Если мы хотим понять Свой дэмэдж в соло-таргет И хотим глянуть Что вообще лучше будет Под битву с одиночным боссом То мы берем Патчверк Далее Количество боссов Мы можем глянуть То есть К примеру Динатрий Вторая фаза Это 2 босса Но опять же Третья фаза в мифике Это всегда соло-таргет Поэтому Ну как-то я думаю Лучше под соло-таргет Симмитса Если под Динатрия Конкретно Учет идет Стандартно Симкрафт идет По 5 минут То есть 5 минут Это Это более Такой стабильный Симкрафт Который Откатит Потенциально Бурсты Там вторые бурсты Идут И то есть Дэмэдж будет Более как-то Правильно Расписан Скажем так Симкрафт Вершин мы выбираем Викли Викли считается Самой по-моему Лучшей версией Самой Хорошо написанной Самой поздней И Часто обновляемой И меняются у людей Вопросы Что лучше использовать К примеру Масла Или Какие-нибудь Тачила Мы можем тут Это выбрать То есть Мы делаем Много Разных Симов Просто-напросто Мы делаем Один сим На Масло Нажимаем Зеленую кнопочку Find Top Gear Потом Мы нажимаем На Тачила Нажимаем Опять Find Top Gear И в двух Разных вкладках У нас будут Разные источники Разные результаты Также Если мы Используем Тринкет Под названием Геральдика С Предласта В замке Нафрия То мы можем Выбрать Какое количество Геральдик Имеется У людей В нашей Группе Суть Суть Как работает Этот тринкет Мы получаем Какое-то Количество Универсальности 90 Там Или 98 В зависимости От Item Level Акс Суара И чем Больше В нашей Группе Людей С этим Тринкетом Тем еще Больше Мы получаем Этой Универсальности Поэтому Тут мы можем Это прописать Нередко Делаются Группы В Рейдах Чтобы Все люди В этой группе Были С геральдикой С целью того Чтобы просто-напросто Увеличить Универсальность Увеличить Их Боевой Потенциал А также Если мы Играем С коробкой Коробка Тринкет Такой Весьма Интересный Он может И ману Залить И хп Зарегенить И контроль Сбросить С персонажа Что еще Там есть Экзекутку Может Кинуть Кубик Но Также Он может Дать и статы То есть Если например Статы Даются нам В 100% Случае Мы знаем То что Мы всегда Будем Получать Статы То Мы тут Берем 100% Если Как бы Иногда Мы там Кому-то И ману Заливаем И кому-то Мы там Хп Регеним То Скорее всего Лучше Выбрать 50% Вот Также Мы можем Выбрать Бафы Которые Просто-напросто Повышают Наш Дэмэдж То есть К примеру Идет у нас Бой с Героизмом Мы кликаем Блодласт Галочку Имеется В нашей Группе Монах Мистик Тач Мы жмем Галочку Имеется В нашей Группе Охотник На Демонов Мы Тоже Жмем Галочку Имеется У нас Винфюри Тотем От Энх Шамана По-моему Тоже Жмем Галочку Имеется У нас Воин В группе С Боевым Криком Тоже Жмем Галочку Вот Как-то Так Теперь Давайте Глянем Два Сима Которые Мы Делали Изначально Которые Были Запущены Откроем Первый Который Делался Я уже Не помню Даже Что Я там Накликивал То есть Че это было А Мы сравнивали Вещи Вот Мы сравнивали Вещи В АОЕ Ситуацию Потому что Пайт Стайл Был Выбран Эктик От Клив Вот Справа Вся Информация Имеется Если что Чтоб Не забыть Бафы Все имеются То есть Поушен Фласка Еда Руна Героизм Инта Полезная Для ДК Конечно же Стамина Тоже Очень сильно Влияющая На дэмэдж Ага Боевой Крик Мистик Тач Печать Хаоса От ДХ И Тотем Иста 100 ветра Да Шаман Совершенствует Все верно Вот Сим Был запущен Две минуты Назад Возможная Ошибка То есть Само собой Как и Любой сервис Это Все может быть Не точно Весь расчет Может быть Не точным Чуть-чуть Погрешность 0.1% Единиц Дэмэджа Было сделано 15 тысяч Итераций Как я правильно Понимаю В результате Этого сима Было собрано 1440 комбинаций Используемая Версия Симкрафта Прописана Билд Что немаловажно Нужно смотреть На билд Симкрафта То есть Например Если какое-то Исправление вещей Какое-то Изменение Класса Было сделано 4 апреля Сегодня Да В момент Записи видосика То Симкрафт Это Не может Учитывать Прям Мгновенно Нужно Какое-то Время Чтобы Разработчики Немножко Все Переписали Ну и 4 человека В группе Было выбрано Что Используют Геральдику Но так как У меня Вообще Геральдики Нет То это Абсолютно Ненужная Строчка Информации Что мы Видим Воуе Мне предлагается Сменить Колечко И Тринкет То есть То что Будет Лучше Выделено Желтой Золотистой Рамкой Ну как-то Так Мы можем Открутить Ниже Глянуть Сколько мы Получаем С этого Прироста Демеджа Если нажмем Галочку На Relative ДПС Поймем На сколько Процентов Это идет Усиление Ну вот Как-то так Спускаемся Ниже И есть Другие Другие Всякие Всякие Комбинации Которые Похуже Конечно же Опустимся В самый низ Будет предложена Самая худшая Комбинация Ну Не такая уж Она прям И худшая 40 единиц Демеджа Но Все же Если сравнить Худшую И лучшую То разница В 150 Второй Синкрафт Который Мы делали Он еще Доделывается Ждем А пока Мы ждем Покажу Вам Небольшую Магию Вновь Заходим На вкладку Top Gear Обновлю Страничку Чтобы нам Ничего Не мешало Как вариант Чтобы Не использовать Вкладку Gear Compiler И сразу Понять Хороша Вещица Или нет Мы можем Просто-напросто Вставить Ее В Этот Код Да Нужно Понимать Механику Работы Сайтов И Понимать Откуда Берутся Айдишники Но В целом Это все Легко Сейчас Я все Объясню Просмотрим Перчаточки Например Усиленные Плотью Крушители 226 Итем Левела Что нам Нужно Сделать Нам Нужно Открыть Наш Код Желательно Растянуть Чтобы У нас Больше Было Пространства Для Просмотра Абсолютно Всего И мы Находим Перчаточки Пенс Жмем Enter Чтобы Перейти На Новую Срочку И Вставляем Код С Перчаточками Еще Нажмем Enter И еще Сюда Вставим Решеточку Чтобы Все Было Просчитано Что Мы Видим В нашем Написанном Коде Перчатки Айдишник Шестизначный Бонус Айди 6806 1540 Ага Опускаемся Ниже И мы Прекрасно Увидим Их Во Вкладке Сравнения Предметов Вот они И Не важно Что они Синего Качества Нам Самое Главное Понять Сколько У них Мейн Стата Сколько У них Вторичных Статов И Плюс Для нас Это Например Или Нет Мы Прекрасно Это Все Можем Извлечь Откуда Все Это Было Взято Мы Открываем Вовхед И Накликиваем Просто Напросто 226 Перчатки Как это Сделать Сделать Это Довольно Таки Просто Открываем Базу Данных Предметов Броня Латвии Кисти Рук Усиленные Плоти Крушители Нас Интересуют Ага Самое Главное Не Забыть Вот Открываем Их Далее Что нам нужно сделать Мы Нажимаем Версию Предмета И Нас Интересует Версия Предмета Ну вот Например Героический 226 226 У нас Вещи падают С великого Хранилища Сверху В адресной Строке Вот он Прописан Item ID А также Бонус Да Он написан Не в том Порядке В котором Нам бы Хотелось Но Поменять Цифры местами Это Не такая уж Тяжелая Задача В рамках Одного Предмета Все показал Покажу В рамках Второго Предмета Колечко Имеется Бояшное Колечко С замка Нафрия Под названием Печатка Ревностного Светила Колечко С хорошим Количеством Версы С критом Ценится Многими Классами И что нам Нужно Сделать Аналогично Нам нужно Опуститься Во вкладку Gear From Bags То есть Шмот Из Сумки Открутить До Колечек Далее Нажать Enter Далее Я уже Вставляю То что у меня Есть Я уже Заранее Подготовился Я знаю Все эти циферки Спускаемся Ниже И Смотрим Вот оно Замечательное Колечко 226 И мы Спокойно Можем С ним Работать И мы Спокойно Можем В него Потенциально Вставлять Сокеты А также Накладывать Чарки И если Мы тут Выбираем Чарочки То В тот момент Когда мы Нажмем Find Top Gears Оно Прочарится На Лучшую Из этих Чарок Вот Так что Вот оно Это Колечко Опять же Что нам Нужно Для этого Сделать Вот Оно Имеется Печатка Ревностного Светила Мы Заходим На Вовхед Мы Накликиваем База данных Предмета Броня Кольца Выбираем Колечки Версия Предмета Просто Жмем Эпохальный 2 И Изначально Будет Выбрано 226 Колечко Можем Конечно И выше Выбрать Этим Левелом Но Печатка Это все Конечно Нереально Также Имеется Item Идишник Также Имеется Бонус Айди Все Прописываем И все Прекрасно Получаем Ну и Что там Доделался Тот Симкрафт Который Мы Делали Долгий Или Нет Еще В процессе Оно Делалось Настолько Долго Что Я уже Даже Не Помню Что Мы Тут Накликивали Но Окей Это Также АОЕ Ситуация То От Клиф Что тут Получается Тут Получается Другой Талант Другой Медиум Потому что У меня Изначально Театр С зонтиком А тут Идет Наджи С поиском Острых Ощущений Нужно Брать Тщательную Подготовку Это По-моему Центральный Талант Центральная Ветка Ну и Все Изменений Вещей Никаких Нет Вот Изменения Сокетов Сокеты Тоже Подсвечены Такой Желтой Квадратной Рамочкой И Таланты Которые Меняются У Медиума И Проводнички Тоже Подсвечены Желтым Кружочком То есть Все изменения Всегда Подсвечиваются Желтым Цветом Как-то Так Надеюсь Видосик Был вам Полезен Вы Много Из него Узнали Все Таки Рассказал Абсолютно Все Что Знаю На текущий Момент Рассказал Абсолютно Все То Чем Пользуюсь Если Есть Вопросы То Дайте Знать О них В Комментариях Берегите Ноги Мойте Руки Не Забывайте О Ссылочках В Описании До Скорого